Страна, которая год за годом тратит на оборону больше, чем на программы социальной поддержки населения, обречена на духовную смерть. Источник всех ошибок – страх. Из-за страха великие нации начинали вести себя, как загнанные звери, думая лишь о выживании. Сейчас все страны во всех регионах должны решить для себя. Либо вы с нами, либо с террористами. Для большинства американцев события 11 сентября стали ужасной трагедией. Но для Джорджа Буша и Дика Чейни это был еще и шанс реализовать план, над которым десятилетиями работали неоконсерваторы. В докладе под названием «Восстановление обороны США», сделанном в рамках проекта «Новый американский век», говорилось, что процесс трансформации может затянуться, если только не произойдет катастрофическое или катализирующее событие, подобное Пёрл-Харбору. И Аль-Каида подарила американцам этот Пёрл-Харбор. Уже через несколько минут после атаки команда Буша начала действовать. Буш был во Флориде, поэтому вице-президент Чейни и его советник Дэвид Аддингтон взяли инициативу на себя. Они заявили, что президент, как главнокомандующий, может действовать без оглядки на законодательство. 12 сентября, когда в Афганистане уже начались поиски Усама Бен Ладена, Буш в Вашингтоне инструктировал своего советника по борьбе с терроризмом Ричарда Кларка. Проверьте, не замешан ли в этом Саддам. Он сказал, это Ирак и Саддам. Выяснить и доложить. А какой была реакция министра обороны Дональда Рамсфелда? Когда мы обсуждали бомбардировку инфраструктуры Аль-Каида в Афганистане, Рамсфелд сказал, в Афганистане нет удобных мишеней. Давайте бомбить Ирак. Мы возразили, но ведь Ирак с этим не связан. Но это ничего не изменило. Рамсфелд еще 11 сентября приказал разработать план нападения на Ирак. Он сказал, не мелочитесь, сносите все, что нужно и не нужно. Через несколько дней Буш выступил на заседании Конгресса. Он заявил, что США вступают в глобальную войну. Начиная с сегодняшнего дня, все страны, которые поддерживают или укрывают террористов, будут расцениваться Соединенными Штатами, как вражеские государства. Вскоре в США арестовали 1200 человек, еще 8 тысяч подвергли допросу. В основном это были мусульмане. Буш протащил через Конгресс 360-страничный закон о патриотизме. В Сенате он был поставлен на голосование без предварительного обсуждения в комитетах и дебатов на заседании. Против проголосовал лишь сенатор от штата Висконси. Мы вступаем в войну с терроризмом ради сохранения нашей свободы. В этом кроется одна из основных причин. Но мы проиграем, не сделав ни единого выстрела, если пожертвуем свободами американского народа. Дебаты в Белом доме по поводу тактики борьбы с терроризмом были скрыты за беспрецедентной завесой секретности. В 2002-м Агентство национальной безопасности получило право на прослушивание разговоров и просмотр электронной почты американцев. Глаза и уши в каждой комнате. Это было прямым нарушением всех процедур, установленных законом о надзоре за разведкой, который был принят в 1978 году. Администрация донимала граждан постоянными учебными тревогами, повышением мер безопасности и введением пятиуровневой цветовой системы оповещения. Рамсфилд и генеральный прокурор Эшкрофт нередко использовали эту систему в политических целях. Том Ридж, на которого они постоянно давили, в 2005-м подал в отставку. Количество потенциальных мишеней террористов выросло со 160 в 2003 году до 300 тысяч в 2007. Больше всего таких объектов находилось в штате Индиана – 8600. В национальную базу данных входили зоопарки, пекарни, тележки с попкорном, кафе «Мороженое», а также место проведения парада в честь Дня Мула в Колумбии. Ощущение нелепости происходящего постоянно росло. В начале Второй мировой Рузвельт предупредил, «Война стоит денег, а это налоги и облигации, облигации и налоги. Она означает отказ от роскоши и товаров не первой необходимости». Буш вместо этого снизил налоги для богатых и сказал американцам, «Путешествуйте по Америке и любуйтесь ее достопримечательностями. Берите с собой родных и радуйтесь жизни». В 2007-м Буша осудил один из ярых сторонников Холодной войны, Збигнев-Бжезинский. «Пять лет нам постоянно промывают мозги. Где американский лидер, способный прекратить эту истерию и избавиться от паранойи? Давайте сохраним здравый смысл даже перед лицом будущих террористических атак, возможность которых нельзя отрицать. Давайте сохраним верность нашим традициям». Бжезинский неоднократно подчеркивал, что терроризм — это тактика, а не идеология, и объявлять войну тактики бессмысленно. «Мы должны остановить терроризм. Я призываю все страны сделать все возможное, чтобы остановить террористов-убийц». Спасибо. А теперь посмотрите на мой удар. Не прошло и месяца после атаки террористов, как США вторглись в Афганистан, якобы для уничтожения фанатиков-исламистов, которых за два десятилетия до этого штаты вооружили и подготовили для войны с СССР. Позднее противники войны отметили, что среди 19 воздушных угонщиков не было ни одного афганца, зато были 15 выходцев из Саудовской Аравии. Кроме того, неумелые действия США позволили Усами Бен Ладену и другим лидерам Аль-Каиды ускользнуть в Пакистан в начале декабря. ЦРУ призвало к ответу тысячи подозреваемых в Афганистане за его пределами. США всегда считали гуманное обращение с военнопленными показателем своего морального превосходства. Но администрация Буша назвала задержанных членами бандитских формирований, а не военнопленными, права которых защищала Женевская конвенция 1949 года. Когда правительства других государств осудили позицию Буша, он пошел на уступку в отношении подозреваемых талибов, но отказался менять политику в отношении бойцов Аль-Каиды. Не важно, что говорят юристы-международники, мы надерем им задницу. США отправляли задержанных, число которых до сих пор неизвестно, в секретные тюрьмы США по всему свету. В Таиланд, Польшу, Румынию, Марокко, где к ним применялись пытки и другие жесткие методы допроса. Сотни других оказались в американской тюрьме в Гуантанамо, на Кубе. В мае 2003-го в этой тюрьме содержались около 680 человек в возрасте от 13 до 98 лет. Лишь 5% заключенных были захвачены американцами. Более 80% были переданы США афганской полиции, а также афганскими и пакистанскими наемниками, охотниками за головами. Нередко за большое вознаграждение. Как стало известно из правительственных источников, лишь 8% заключенных были бойцами Аль-Каиды. 600 человек были освобождены, 6 осуждены и 9 умерли. Большинство покончили с собой. В 2012-м в Гуантанамо все еще оставались 160 человек из 20 с лишним стран. Администрация Буша разрешила ЦРУ использовать 10 расширенных методов допроса, которые появились в результате многолетних исследований в области психологических пыток. В феврале 2004-го генерал-майор Антонио Тагубо доложил, что его расследование выявило многочисленные случаи вопиющих, бессмысленных и садистских злоупотреблений в тюрьме Абу Грейп в Ираке. Нет сомнений в том, что нынешняя администрация виновна в военных преступлениях. Артур Шлезингер, бывший советник Джона Кеннеди, сказал, что эти пытки стали самым страшным и беспрецедентным нарушением правовых норм в истории Америки. Ничто еще так сильно не подрывало репутацию США. В последующие семь лет ситуация в Афганистане только ухудшилась. Контингент американских войск увеличился с 2,5 до 30 тысяч военнослужащих. Однако для Буша Афганистан оставался второстепенной проблемой. Он сконцентрировался на уничтожении давнего противника своего отца, Саддама Хосейна. Разведданные, секретные сообщения и признание тех, кто попал в плен, свидетельствуют о том, что Саддам Хосейн помогает террористам, в том числе членам Аль-Каиды. Так же, как Билл Кейси в 80-е и Линдон Джонсон во время Вьетнамской войны, Буш использовал ложные данные. Нет никаких сомнений в том, что глава Ирака злодей. Он применял химическое оружие против собственного народа. Мы знаем, что он производит оружие массового поражения. Инспекторы ООН посетили все места, о которых им сообщила ЦРУ, но так ничего и не нашли. А Буш настаивал на том, что оружие в Ираке есть. Британскому правительству стало известно, что Хосейн недавно пытался вывести большое количество урана из Африки. Примерно тогда же Буш сказал Бобу Вудварду, редактору «Вашингтон-Пост». Я не обязан объяснять, почему я говорю то или иное. Я не обязан давать объяснение. В это время слова начали обретать новый смысл. Сбывались предсказания Джорджа Оруэлла из романа 1984. Сначала они воруют слова, потом воруют смысл. Это были такие выражения, как ось зла, война с терроризмом, смена режима, пытка утоплением, превентивная война, гибель гражданских, как сопутствующий ущерб. Похищения людей стали чрезвычайной выдачей, а патриотичное слово «Хоумленд» — «Отечество» — теперь фигурировало в названии нового федерального агентства, где было все так же запутано, как в Пентагоне. Вольтер, французский философ 18 века, заметил, «Тот, кто сможет заставить вас поверить в абсурдные вещи, сможет заставить вас совершать злодеяния». Реальность ускользала с головокружительной скоростью. В конце 2001-го на экраны вышел номинированный на Оскара фильм «Падение черного ястреба». Он прославлял героизм и передовые технологии американцев, продемонстрированные в 90-х в Сомали. Благодаря новым технологиям компьютерные игры становились все более правдоподобными. Расли рейтинги и у телевизионных реалити-шоу, которые все больше отрывались от жизни. Джена, племя сделало выбор. Американские СМИ били в барабан войны. Телеканал MSNBC за три недели до вторжения в Ирак отменил популярное шоу Фила Донахью. Руководители канала опасались, что шоу станет площадкой для либеральной антивоенной пропаганды, в то время как их конкуренты демонстрировали патриотизм при любой возможности. CNN, Fox и NBC представили зрителям более 75 генералов и офицеров в отставке. Позднее выяснилось, что почти все они работали в подрядных организациях. Телеканалы получали тезисы для своих передач из Пентагона. Ирак называли источником угрозы. Ведущие газеты и журналы пропагандировали ту же идею. Один из поверенных Буша сказал журналисту Рону Саскенду, что тот представляет общество, отталкивающееся от реальности. Но в мире теперь действуют иные принципы. Теперь мы империя. Своими действиями мы создаем собственную реальность. Когда Франция, Германия, Россия и большая часть Совета безопасности отказались поддержать позицию США, Буш пришел в ярость, а Рамсфилд презрительно заметил. Вы думаете, Европа — это Германия и Франция? Я так не думаю. Это старая Европа. Картофель френч-фри американцы переименовали в картофель свободы. Точно так же во время Первой мировой кислая капуста «Зауэркраут» стала капустой свободы. Вот как Буш обрисовал новую стратегию в своем обращении к кадетам Уэстпойнта в июне 2002-го. Мы должны вступить в битву с врагом, расстроить его планы и быть готовыми к самым серьезным угрозам еще до их появления. США были готовы заблаговременно низвергнуть любое правительство, которое, как им казалось, представляло угрозу для их безопасности. Чейни заявил. Если существует малейшая вероятность того, что пакистанские ученые помогают Аль-Каиде в создании ядерного оружия, мы должны отреагировать так, как если бы это был доказанный факт. В мире, который нас окружает, безопасности можно достичь лишь путем активных действий, и наша страна будет действовать. В список потенциальных источников угрозы попали 60 стран. Буш призвал также к крестовому походу за мораль. Он заявил, что США должны защищать свободу и справедливость, потому что эти принципы верны и справедливы для всех людей. Моральные ценности одинаковы для людей всех культур и всех эпох. Смелое заявление для приверженца концепции национальной исключительности. Брюс Бартлетт, занимавший посты в администрациях Рейгана и Буша, пояснил. Именно поэтому Джордж Буш так проницателен в отношении Аль-Каиды и исламских фундаменталистов. Он понимает их, потому что и сам такой же. Он уверен, что исполняет Божью волю. Суть веры заключается в том, что человек верит в то, чему нет фактических доказательств. Я спокоен, зная, что жизнь наша протекает согласно словам из Библии, да пребудет воля твоя. В начале октября 2002-го Конгресс закрепил за Бушем право начать войну с Ираком, когда он сочтет это нужным. С использованием всех необходимых средств, включая ядерное оружие. В резолюции подразумевалась прямая связь между Ираком и Аль-Каидой. Среди проголосовавших за были сенаторы Джон Керри и Хиллари Клинтон. Им это припомнили во время президентских кампаний. Не все были согласны с Бушем. Эскалация этого конфликта и расширение военных действий не способствуют повышению национальной безопасности. Скорее, это подвергает нас риску. Никогда еще Ирак не был таким раем для террористов. Между Ираком, Саддамом Хусейном и Аль-Каидой нет связи. Мы должны избавиться от этой концепции, чтобы американцы знали правду. Миллионы протестующих вышли на улицы многих городов мира. Три миллиона в Риме, один в Лондоне, сотни тысяч в Нью-Йорке. Журнал «Тайма» просил сотни тысяч европейцев. 84% считали, что США – величайшая угроза миру. 8% обвиняли в этом Ирак. На Ассамблее ООН госсекретарь Пауэлл, самый уважаемый член администрации Буша, должен был изложить аргументы в пользу войны. Президент сказал Пауэллу, «Возможно, вам поверят». Саддам Хусейн намерен заполучить ядерную бомбу. Это было постыдное выступление, основанное на сфабрикованных материалах. Позднее Пауэлл назвал его худшим моментом в своей карьере. Однако его речь, не воспринятая всерьез за рубежом, оказала нужное воздействие на американцев. Количество сторонников войны выросло на 13%. Вашингтон-Пост назвала приведенные Пауэллом доказательства наличия в Ираке оружия массового поражения «неопровержимыми». Не получив согласия Совета безопасности, США, тем не менее, начали готовиться к войне. Но Буш не собирался на этом останавливаться. Для него Ирак был легкой закуской. После победы над ним, неоконсерваторы нацеливались на главное блюдо. Руководство Пентагона рассчитывало в течение пяти лет сокрушить Ирак, Сирию, Ливан, Ливию, Сомали и Судан. Главным призом должен был стать Иран. США планировали войну по переделу мира. Идеи неоконсерваторов становились все более популярными. На обложке журнала «Нью-Йорк Таймс» от 5 января 2003-го появился заголовок «Американская империя. Привыкайте». Буша трудно упрекнуть в отсутствии воображения. В молодости он постоянно демонстрировал свои преступные наклонности. А теперь он превзошел даже своего отца, нарушив международные законы. Как и предсказывали оппоненты Буша, восьмилетняя война оказалась провальной. Иракское общество разделилось, но и в американском обществе произошел раскол, как это было во время Вьетнамской войны. Потери с обеих сторон стремительно росли. Как это не удивительно, Буш победил на выборах 2004 года, открыто призывая к еще более неистовому патриотизму. Но в 2008-м он покинул свой пост с самым низким рейтингом со времен Гарри Трумана. К этому моменту Буш был в ответе за две неудачных войны и за невыполненную программу помощи Новому Орлеану, пострадавшему от урагана Катрина. Но главным его преступлением в глазах общественности стал развал экономики страны, которая чуть не рухнула в 2008-м. Это обеспечило победу демократам. Приемник Буша, Барак Хусейн Обама, был сыном темнокожего кенийца и белокожей уроженки Канзаса. Он рос в Индонезии и на Гавайях. В 47 лет стал президентом США. С ним связывали надежды на перемены. Его слова и поведение казались воплощением другой Америки, с ее конституционностью, гуманизмом и заботой об экологии. Обама очень резко высказался по поводу войны. Я категорически против бессмысленной войны. Избирательная кампания Обамы была профинансирована за счет множества мелких пожертвований, собранных через интернет. На праймерис он обошел Хилари Клинтон, у которой была мощная финансовая поддержка. На всеобщих выборах Обаме предстояло сойтись с консерватором Джоном Маккейном. Обстоятельства складывались в пользу Обамы. Возможно, никогда еще со времен Рузвельта народ не был так зол на толстосуму в Сволл-стрит и ненужные ему имперские войны. Но затем случилось нечто непредвиденное. Обама нарушил свое обещание и стал первым кандидатом в президенты, который отказался от общественного финансирования в пользу неограниченного частного. В распоряжении Маккейна, выбравшего общественное финансирование, было в два раза меньше средств. Обама обратился к крупным банкам с Уолл-стрит. Джей Пи Морган, Голдман Сакс и Сити Групп. Среди его главных спонсоров были также Дженерал Электрик и другие военные подрядчики. Даже фармацевтическая промышленность, многие годы поддерживавшая республиканцев, в этот раз выделила на кампанию Обамы в три раза больше средств, чем на кампанию Маккейна. Сторонники Обамы были довольны. Его победу на президентских выборах приветствовал весь мир. Это была Новая Америка. Консерваторы назвали Обаму социалистом. Довольно нелепое обвинение, учитывая то, что от его избрания больше всего выиграла Уолл-стрит. Новый президент привел с собой ту же команду, которая при Клинтоне ослабила государственный контроль над экономикой. В Нью-Йорк Таймс ее называли «созвездием Рубина», последователями самого влиятельного за последние десятилетия министра финансов Роберта Рубина. Он чуть было не разрушил мировую экономику своими эффектными инновациями, связанными с использованием кредитов и биржевыми играми. Несколько крупных банков, страховых и ипотечных компаний предрекли крах мировой экономики в случае своего банкротства. Другими словами, они заявили о своей незаменимости и охотно взяли ссуду в 700 миллиардов долларов на удивительно выгодных условиях. Кроме того, Совет управляющих Федеральной резервной системой снизил процентную ставку для банков до нуля. В те годы считалось, что ставить под вопрос справедливость таких финансовых вливаний непатриотично. Но были и те, кто задавался вопросом, а нельзя ли было расформировать слабые финансовые организации? И пусть бы тогда эти гиганты столкнулись с реальной рыночной стоимостью своих проблемных активов. Людям был нужен реванш. Они чувствовали себя обманутыми. Вы сидите тут и думаете о преднамеренном уничтожении идеи, которая сделала миллионы людей чуточку счастливее. Во имя которой тысячи человек прибывают сюда со всей страны на автобусах, товарных поездах, драндулетах и просто пешком, чтобы поделиться своим небольшим опытом. Послушайте, я простофилий, я это знаю, но я начал понимать многие вещи. Когда вы не в состоянии выжать из какой-нибудь достойной идеи все, что можно, и получить выгоду, вы ее уничтожаете. Вы как собаки, которые закапывают то, что не могут съесть. Советники призывали Абаму к решительным действиям. Сейчас, когда у вас есть шанс, а их грудь обнажена, вы должны пронзить копьем сердца парней с Уолл-стрит, которые много лет торговали долгами. Но этого не произошло. Суды были одобрены запаниковавшим Конгрессом. СМИ поддержали законодателей. Казначейство не потребовало от банкиров, чтобы они выделили эти деньги на кредитование организаций или частных лиц, даже не заставило их урезать свои зарплаты. Никто не требовал, чтобы акционеры или владельцы облигаций компенсировали хотя бы часть потерь. Налогоплательщики должны были спасать себя сами. В первую очередь пострадали рабочие, пенсионеры, пожилые, жилые вкладчики, домовладельцы, мелкие бизнесмены, студенты, взявшие с суды. А еще больше – потерявшие работу афроамериканцы. Многие просто утратили надежду на осуществление заветной американской мечты – перейти в средний класс. Миф о возможности повышения своего социального статуса рассыпался в прах. Банкиры, или, как их прозвали во время Великой депрессии, банкстеры, говорили о добровольном самоограничении. Но в течение последующих двух лет продолжали получать рекордные зарплаты. В 2011-м генеральные директора компаний в Британии и Канаде получали в 20 раз больше своих работников. В Японии – в 11 раз. А в США – в 343 раза. Число миллиардеров выросло с 13 в 85-м до 450 в 2008-м. Минимальная зарплата – 5 долларов 15 центов в час – не менялась с 97-го по 2007-й. Уровень бедности достиг отметок 60-х годов, когда Джонсон начал войну с бедностью. Чистые доходы среднестатистической американской семьи упали почти на 40%. К 2011-му у 1% богатейших американцев оказалось больше денег, чем у 90% остального населения. Народный гнев вылился в форме акции «Захвати Уолл-Стрит». Таких акций протеста не было с 30-х годов. А вот правое движение «Чаепитие» возникло из-за недовольства, которое вызывали общественные организации вроде «Американцев за процветание», спонсируемые миллиардерами-консерваторами братьями Кох. Простые американцы не знали, кого винить за нескончаемые экономические беды. В итоге республиканцы одержали победу на промежуточных выборах в 2010-м. Сметение и ощущение безысходности в Вашингтоне усилились. Обама, занявший пост президента в атмосфере эйфории, теперь думал только о том, чтобы избежать роковых ошибок. Он уже не обещал никаких перемен. В ходе кампании 2008-го Обама обещал, прозрачности верховенства закона станут краеугольными камнями моего президентства. Однако, став хозяином Белого дома, он отказался ограничить расширенные полномочия, которые присвоила себе администрация Буша. А пассивные граждане безропотно продолжали раздеваться перед сканерами в аэропорту, давали разрешение на прослушивание своих разговоров и оплачивали новые программы безопасности. Обама не мог разрядить ситуацию, связанную с повышенной боеготовностью. Это было бы политической ошибкой. Он понимал, что первый же теракт вызовет истерию в СМИ и новую вспышку гнева республиканцев. А это могло стоить ему президентства. Учитывая все, что на вас свалилось, может, одного срока будет достаточно? Я убежден в одном. Лучше я буду хорошим президентом в течение одного срока, чем посредственным в течение двух. Но вместо того, чтобы начать борьбу за верховенство закона, Обама превратился в эффективного менеджера государства национальной безопасности. Он все чаще стал прибегать к праву государства на сохранение тайны в судебных процессах, особенно тех, где фигурировали пытки, выдача арестованных без соблюдения законных процедур и незаконная прослушка. Он лишил пленных афганцев право требовать оснований для задержания, сохранил военный трибунал и санкционировал убийство в Йемене гражданина США, подозреваемого в связях с Аль-Каидой. Обама ошеломил борцов за гражданские свободы, когда вывел на новый уровень расследование эпохи Буша. Он начал преследование людей, не согласных с действиями правительства, на основании закона о шпионаже времен Первой мировой. За предыдущие 92 года этот закон применялся всего три раза. Обама инициировал возбуждение шести сомнительных дел. Большинство подсудимых обвинялись в противоправной деятельности в отношении правительства. Самым известным стало дело Меннинга, аналитика военной разведки в Ираке. Он предал огласке 260 тысяч дипломатических телеграмм и рапортов, а также видеозаписи, распространенные через Викиликс, некоммерческую организацию, публикующую секретную информацию. Часть обнародованных данных изобличала военные преступления США в Ираке и Афганистане, а также поддержку диктаторских режимов в Ближневосточном регионе. Это стало катализатором арабской весны в Египте, Тунисе, Йемене, Ливии и Бахрейне. Администрация Обамы серьезно осложнила деятельность Викиликс и пригрозила судебным разбирательством одному из ее основателей. Эта история стала предупреждением для всех обличителей американской политики. Совершите военные преступления, останетесь на свободе. Расскажете об этом, поставите крест на своей карьере. Или будете гнить в тюрьме, подобно Меннингу. Одним из апологетов новых норм права стал Джек Голдсмит, который при Буше был главой бюро юридических консультаций. Он успокоил Чейни и других неоконсерваторов, написав в одной из своих статей. Обама лишь пытается сделать подход Буша к борьбе с терроризмом, более приемлемым с юридической точки зрения. В 2010-м Вашингтон-Пост опубликовала результаты расследования под названием «Альтернативная география США. Совершенно секретная Америка, скрытая от взоров общественности». В этом мире теней почти полтора миллиона человек имеют доступ к секретной информации. Более трех тысяч государственных и частных компаний занимаются слежкой. Агентство национальной безопасности ежедневно перехватывает полтора миллиарда электронных писем, телефонных звонков и других видов сообщений. Специалист по конституционному праву Гленн Гринвальд лучше других описал эти радикальные перемены в нашем мире. Он напомнил американцам, что со времен хартии вольности гарантией правосудия в США является пятая поправка к Конституции. «Никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без судебного разбирательства». Он мог бы добавить и четвертую поправку. Право на неприкосновенность частной жизни и защиту от необоснованного обыска и конфискации имущества. В отсутствие необходимых правовых процедур и право на неприкосновенность частной жизни американцам остается полагаться на милость Госнадзора. И все это во имя борьбы с гипертрофированной террористической угрозой. Внешняя политика Обамы поначалу казалась более благоразумной, чем политика Буша. Он отказался от понятия «преимущественное право США», которое раздражало мировую общественность. Но главная цель, мировое господство Америки, мало изменилась. Даже средства ее достижений оставались теми же. В 2011-м директор Агентства национальной безопасности времен Буша, генерал Майкл Хайден, подчеркивая преемственность политики двух таких разных президентов, сказал «Американцы достигли консенсуса в том, что они готовы принять от своего правительства». Он назвал это «практическим согласием». У Обама был небольшой опыт во внешней политике, поэтому он окружил себя целым сонмом советников. В их числе оказался работавший еще при Буше министр обороны Роберт Гейтс, сторонник жесткого курса и ветеран ЦРУ. Госсекретарь Хилари Клинтон была настроена не менее воинственно. В одной из своих ранних речей она представила свой вариант американской истории, который отличался слепой верой в превосходство США и исторической амнезией. Позвольте сказать со всей определенностью, в новом веке США могут, должны и будут лидировать. Третья мировая война, которой многие боялись, так и не началась. Миллионы людей забыли, что такое бедность, и впервые воспользовались правами человека. Это произошло благодаря усилиям лидеров обеих партий, которые на протяжении многих лет выстраивали нашу государственность. Интересно, что бы ответили на это миллионы тех, кто был убит за долгие годы американского вмешательства в дела других стран? В их числе жители Хиросимы и Нагасаки, Филиппин, Центральной Америки, Греции, Ирана, Бразилии, Кубы, Конго, Индонезии, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Чили, Тимора, Ирака и Афганистана. Военные действия в Афганистане Обама вслед за Бушем назвал вынужденной войной. Но в конце 2009-го, когда военные вновь потребовали увеличения контингента американских войск в этой стране, президент заколебался. Его военный советник сказал, «Не представляю, как вы можете противиться военному командованию». Он подразумевал, что генералы могут в знак протеста подать в отставку. Директор ЦРУ Панетто заявил, «Ни один демократически избранный президент не может игнорировать советы военных». «Просто следуйте им», — сказал он. «Делайте, как вам говорят». Когда дело доходило до принятия решений, Обама не проявлял смелости Джона Кеннеди. В декабре он заявил, что пошлет в Афганистан еще 30 тысяч солдат, увеличив контингент до 100 тысяч. Примерно столько же военных задействовал СССР при вторжении в эту страну. Выступая в военной академии «Уэст-Пойнт», Обама напомнил, что США вторглись в Афганистан, потому что там нашли приют члена Аль-Каиды. Но он не стал вспоминать о том, что подготовка к теракту 11 сентября велась не в Афганистане, а в Германии и Испании, а также в американских летных школах. Он не сказал, что в Афганистане осталось не больше 100 из 300 членов Аль-Каиды, что большая часть террористов находятся в Пакистане, союзники США. То, что президент, развязавший две войны, получил Нобелевскую премию мира, казалось верхом абсурда. Когда весь мир услышал, как Обама защищает политику односторонних решений и преимущественное право США, премия утратила свою ценность. Как это произошло 36 лет назад, когда Нобелевским лауреатом стал Киссинджер. Я считаю, что Соединенные Штаты должны оставаться знаменосцем в ведении войны. Это то, что отличает нас от тех, с кем мы ведем борьбу. Обама боялся увязанности в Афганистане, как увяз Джонсон во Вьетнаме. Отсталой, нищей стране, где подавляющая часть населения была безграмотной, требовались экономическая помощь и социальные реформы. В 2011-м США потратили в Афганистане 110 миллиардов долларов на военные программы и лишь 2 миллиарда на экономическое развитие. Как и во Вьетнаме, в Афганистане ходило огромное количество американских денег. Коррупция достигла грандиозных масштабов. К тому же, начало расти недоверие афганцев к США и их союзникам. Хамид Карзай, ставший президентом не без участия США, заявил, что поддержат Пакистан, если тому придется воевать со штатами. К 2012 году участились случаи убийства американских военных афганскими солдатами и полицейскими. Поэтому от проведения совместных операций пришлось отказаться. В декабре 2011-го потрепанные и деморализованные американские войска ушли из Ирака. Почти 4,5 тысячи американцев не вернулись домой. 32 тысячи были ранены, многие тяжело. Число погибших иракцев точно неизвестно. Оно варьируется от 150 тысяч до миллиона с лишним. Два миллиона иракцев бежали из страны. По иронии судьбы, после низвержения американцами суннита Хусейна власть в Ираке перешла к шиитам. Страна стала союзниками Ирана. Можно сказать, что именно Иран больше всех выиграл от этой войны. Советники Буша оценили вероятные расходы на Иракскую войну в 50-60 миллиардов долларов. Рамсфилд назвал сумму выше 100 миллиардов абсурдной. К 2008 году, когда Буш ушел с поста президента, США потратили на войну 700 миллиардов долларов, и это не считая долговременных выплат ветеранам. Экономисты оценили общие расходы приблизительно в 3 триллиона. Обама приветствовал вернувшиеся войска на военной базе Форт-Брэк. Окончание войны было таким же бесчестным, как и ее начало. Вы оставили позади себя независимый, стабильный и уверенный в себе Ирак. В отличие от прежних империй, мы не ведем войны ради ресурсов или новых территорий. Мы поступаем так, потому что это правильно. Никогда не забывайте, что вы стоите в ряду героев, которому принадлежат ваши деды и отцы, противостоявшие фашизму и коммунизму. Вы принесли возмездие тем, кто атаковал нас 11 сентября. Так Обама в очередной раз подтвердил заявление Буша о причастности Ирака к теракту 11 сентября. Едва он успел произнести эти слова, как в Ираке произошла серия взрывов, осуществленных террористами-смертниками. Эта страна по сей день балансирует на грани гражданской войны. Среди самых ярых критиков войн в Ираке и Афганистане оказались мэры городов США, собравшиеся в Балтиморе в июне 2011-го. Они призвали правительство вкладывать деньги в реконструкцию американских городов. Мэр Лос-Анджелеса сказал, «То, что мы строили мосты в Багдаде и Кандагаре, а не в Балтиморе и Канзасе, в голове не укладывается». Для американцев, уставших от этих войн, единственным светлым моментом американской внешней политики стало 2 мая 2011 года. Во время ночного рейда спецподразделение ВМФ США был убит Усама Бен Ладен. Он жил в комфортабельном доме недалеко от военной академии Пакистана. В США эта спецоперация вызвала настоящую эйфорию. На все лады прославлялись смелость и профессионализм морских котиков. Они ликвидировали Бен Ладена и сбросили его тело в море. А Барак Обама стал в глазах американцев успешным военным президентом, который использовал все средства, чтобы избавиться от врага. На самом деле, это был волк в овечьей шкуре. После перестрелки они убили Бен Ладена и захватили его тело. В известном фильме для поисков Бен Ладена в качестве эффективного средства дознания использовались пытки. Однако почти 10 лет спустя его удалось найти в ходе обычных разыскных мероприятий. Джероним опал на поле боя во имя Господа и страны. Боже мой! Американский эгоцентризм вновь расцвел пышным цветом. Отпала необходимость вести неприятные дискуссии по поводу транспортировки раненого Бен Ладена для заключения его под стражу и следствие. Как это было сделано во время Нюрнбергского процесса, где были обличены многие нацисты? Меньше всего американцам хотелось суда. Люди, одобрявшие пытки, не возражали против самосуда. Но кто же стал настоящим победителем? На две войны были потрачены триллионы долларов, погибли сотни тысяч человек. Американский народ потерял гражданские свободы и утратил веру в президента. Финансовая структура империи оказалась на грани коллапса. В такой ситуации любой сторонний наблюдатель скажет, что США одержали пирровую победу. Из-за огромных потерь она стала бессмысленной. Бен Ладен с его извращенной мечтой о новом халифате погиб. Но добился он куда большего, чем рассчитывал. Он заставил самую могущественную империю раскрыться с наихудшей стороны. Подобно стране Оз, она оказалась не столь уж великой и ужасной. Кто вы такой? Я? Великий и ужасный? Волшебник страны Оз. Мученическая смерть Бен Ладена, по мнению его последователей, позволила ему навсегда остаться в истории. Он ослабил США и, возможно, помог уничтожить старый миропорядок. Кто-то назовет его Ганнибалом или Аттилой, приблизившим конец Римской империи, французским Робеспьером, Лениным, уничтожившим царскую Россию, или даже Гитлером, погубившим Британскую империю. Бен Ладена не стало. Что теперь оставалось делать США? Все так же, страдая от внутренних проблем, они нашли новый источник угрозы в Китае, продолжили общаться с Россией, как с давним врагом, и сохранили за Ираном, Северной Кореей и Венесуэлой статус региональных противников. Обама искал более эффективный и недорогой способ введения боевых действий. В 2012-м он заявил о сокращении сухопутных сил на 14%. Оно должно было компенсироваться усилением позиций в космосе и киберпространстве. Впервые использованный во Вьетнаме разведывательный беспилотник был теперь оснащен ракетами. Он стал символом современной войны и любимым оружием Обамы. Президент лично составил список потенциальных жертв. До 11 сентября США выступали против практики убийств без суда и следствия в других странах. Они осуждали израильтян за убийство палестинцев. Но уже к 2012-му ВВС США и ЦРУ развернули армаду из 7 тысяч беспилотников. Чаще всего их отправляли в Афганистан, Ирак и Пакистан. В 2009-м Обама разрешил их использование в Йемене, где было на тот момент менее 300 боевиков. К середине 2012-го их число перевалило за тысячу. Постоянные обстрелы беспилотников США разозлили йеменцев. К 2012-му Обама добавил в свой список ливийских сторонников Каддафи, восставших бунтовщиков на Филиппинах и в Сомалии. Последствия применения беспилотников до сих пор неизвестны. Огромное число жертв среди мирного населения яростно отрицается правительством США и организациями по защите прав человека. Уроженца Пакистана, попытавшегося устроить взрыв на Таймс-сквер, судья спросил, как тот мог решиться на убийство невинных женщин и детей. Тот ответил, что американские беспилотники регулярно убивают женщин и детей в Афганистане и Пакистане. Джин был выпущен из бутылки. К 2012-му более 50 стран и дружественные и враждебные США закупили беспилотники. Израиль, Россия, Индия и Иран заявили о создании собственных аппаратов. Но самая динамичная оказалась программа Китая. Как и в случае с атомной бомбой, началась новая гонка вооружений. Буш продолжил начатое Клинтоном продвижение НАТО к границам России. Он нарушил обещания своего отца, данные Горбачёву. При Обаме членами НАТО стали Албания и Хорватия. В Ираке США бросили 500 военных баз. Но очень скоро к уже имеющимся 6000 базам в собственной стране, они добавили тысячу новых за ее пределами. По словам историка Чалмерса Джонсона, к концу 2007 года американские войска находились в 151 из 192 стран членов ООН. В 2008-м размещенное в Германии формирование Африком стало шестым военным командным центром, отвечающим за расширение американского военного присутствия в Африке. Для увеличения военного присутствия США в Латинской Америке в 2010-м было реорганизовано Южное командование базировавшееся в Майами. Появились новые военные базы системы наблюдения, были развернуты программы по борьбе с наркобизнесом, а также с радикальным популизмом, подобным тому, что был в Венесуэле. Впервые со времен Второй мировой был приведен в боеготовность 4-й флот США. В распоряжении ВМС теперь было 10 авианосных ударных групп. ВМС США Всемирная сила, несущая добро. В 2011-м доля США на мировом рынке оружия составила 78%. Во времена Буша расходы Пентагона выросли в два с лишним раза, до 700 миллиардов долларов. Реальный бюджет Пентагона частично засекречен и распределяется между различными департаментами правительства. Однако, по имеющимся у нас данным за 2010-й год, из трех триллионов годового бюджета США, триллион 200 миллиардов были потрачены на военную разведку, обеспечение национальной безопасности и сохранение превосходства на земле, на воде, в воздухе, в космосе и в киберпространстве. В ноябре 2011-го госсекретарь Хиллари Клинтон бросила вызов Китаю. Она заявила, «Сейчас, когда война в Ираке окончена и Америка начала выводить свои войска из Афганистана, для США наступил поворотный момент». Говоря о Тихоокеанском веке Америки, она имела в виду значительное расширение военного присутствия США в Азиатском и Тихоокеанском регионах для сдерживания Китая. Начиная с опиумных войн 19-го века Китай постоянно терпел поражение от более сильных врагов – британцев, японцев, русских. В Корее в начале 50-х борьба Китая с Америкой зашла в тупик. Китайцы – гордая нация. Многоукладная экономика этой страны стремительно развивается. По объему экспорта Китай занимает первое место в мире, потеснив США. Однако в 96-м во время очередной конфронтации из-за Тайваня США вновь унизили Китай, пригрозив ему применением ядерного оружия. Чтобы защитить свои экономические интересы и торговые пути, Китай взялся за модернизацию вооруженных сил. В 2012-м Пентагон оценил его военные расходы в 160 миллиардов долларов. Но учитывая закрытость этой страны, реальный военный бюджет остался неизвестным. Китай проводит жесткую политику в отношении спорных островов с большими запасами нефти, газа и минералов в восточно- и южно-китайском морях. Это повлекло за собой нарастание напряженности в отношениях с соседями. Правительство Китая только называется коммунистическим. С одной стороны оно сохраняет политическую отсталость, а с другой стремится к модернизации любой ценой. Несогласие с действующей однопартийной системой жестоко карается. Западные демократические страны, продолжая сотрудничать с Китаем, тщетно осуждали эту политику. Но хуже всего было то, что Китай вновь вызвал гнев американских сторонников жесткого курса, недолюбливавших эту страну еще со времен Маккарти. Началась новая фаза конфронтации. США вернулись в Азию в поисках новых альянсов. Они реструктурировали свой флот, рассчитывая к 2017 году перебросить самолеты-невидимки поближе к Китаю на расстоянии возможного удара. Кроме того, Штаты стали развивать военное сотрудничество с соседями Китая, в частности с Японией, Южной Кореей, Тайванем и Филиппинами. Две с половиной тысячи десантников были отправлены в Австралию. В 2010 и 2011 годах администрация Обама поставила на Тайвань новые вооружения на сумму 12 миллиардов долларов. Китайцев это разозлило. Они обвинили США в попытках окружить их. Нельзя недооценивать страх других стран перед США. В 1996 году политолог-консерватор Сэмюэл Хантингтон признал, «Запад Запад Запад выиграл войну не за счет превосходства своих идей, ценностей или религии, а за счет своего превосходства в использовании организованного насилия. Люди Запада часто об этом забывают. Их оппоненты нет». Прогрессивные китайские аналитики опасались, что США вновь задействуют сценарий Трумана 1946 года, когда для сдерживания Китая использовался СССР. Похожая ситуация сложилась вновь из-за неприятия Западом китайской внутренней политики. Но на этот раз у Китая были облигации казначейства США на триллион долларов. Он мог нанести экономике Штатов такой урон, который Советскому Союзу и не снился. Историк Альфред Маккой дал реальный расклад сил, написав, что Пентагон рассчитывает уже в 2020 году патрулировать весь земной шар, используя трехуровневый космический щит. Он протянется от стратосферы до экзосферы и будет состоять из беспилотников с ракетами на борту. Трехуровневый щит сможет ослепить целую армию, отключив наземные системы коммуникаций, оборудование связи, электронику ВВС и ВМС. Но, как предупреждал Маккой, иллюзия технологической неуязвимости и полной осведомленности уже не раз подводила самонадеянные страны. Судьба Германии во Второй мировой и США во Вьетнаме наглядные тому примеры. С трагикомичной иронией Маккой напоминает нам устранение глобальной угрозы может стать для США той самой корректирующей силой, которая остановит дальнейший спад ее экономики. Возможно, судьба США зависит от того, что в этом вековом цикле наступит раньше. Военный провал из-за иллюзии технологического превосходства или установления нового технологического режима, способного навсегда сохранить всемирное господство США. Но, как это было показано в киносаге «Звездные войны», государство, господствующее над миром благодаря технологиям, быстро превращается в тиранию. Встань, друг мой. Такое государство возненавидит тех, кого оно будет притеснять. Новой империей может стать Китай, но если за образец он возьмет США или Великобританию, это станет настоящей катастрофой. Ханьский шовинизм будет ничем не лучше слепой веры в исключительность США. Бывший сотрудник Министерства обороны Джозеф Най заметил, неспособность мировых держав включить в глобальную систему 20 века быстро набирающие силу Германию и Японию привела к двум мировым войнам. Нельзя позволить этой истории повториться. Китайцы должны остерегаться американского премьера, а Соединенным Штатам нужно сменить курс. Генри Уоллес задавался вопросом, что произойдет, если ситуация изменится на прямо противоположную? Чем ответит Советский Союз Соединенным Штатам, учитывая то, как они поступали с СССР на пике своего могущества? Этого не случилось, но Уоллес понимал, что в этой гонке ко дну не будет победителя. Наш фильм подходит к концу. Давайте еще раз вспомним историю Америки и спросим себя. Разве мы вели себя мудро и гуманно по отношению к остальному миру? Тому миру, в котором несколько сотен или тысяч человек имеют больше, чем остальные три миллиарда? Разве у нас было право стать мировым полицейским? Разве мы боролись со злом во имя добра, мира и взаимопонимания? Пора уже взглянуть на себя в зеркало. Попытка присвоить победу во Второй мировой. Оправдание атомной бомбардировки Японии, при том, что бомбы на самом деле предназначались для Советского Союза, стали основными мифами нашего государства. Государство, озабоченного лишь мировым господством и национальной безопасностью. Кому это было выгодно? Государственной элите. Мы одержали победу только благодаря бомбе. Кто победил, тот и прав, а раз мы правы, значит мы хорошие. В таких условиях существовала лишь одна мораль, наша. Как сказала госсекретарь Мадлен Олбрайт, если нам приходится применять силу, то только потому, что мы американцы, мы избранная нация. Лишь потому, что мы угрожали человечеству атомной бомбой, наши ошибки были забыты, а зверства оправданы, как невольные заблуждения из лучших побуждений. Но господство не может быть вечным. За время жизни человека, рожденного до Второй мировой, пали пять крупнейших империй. Британская, французская, немецкая, японская и советская. Еще три империи развалились в начале 20 века. Российская, австро-венгерская и османская. А это значит, что и американскому господству тоже придет конец. Мы мудро отказались от колониального владычества, и большинство американцев будут отрицать имперские притязания своей страны. Возможно, именно поэтому мы так упорно цепляемся за миф об американской исключительности, американской уникальности, филантропии, великодушии. Возможно, именно в таком представлении кроется залог американского искупления. И надежда на то, что однажды США смогут воплотить свою мечту. Мечту, которая почти стала явью в 44-м, когда Уоллес чуть было не занял пост президента. Или в 53-м, когда умер Сталин, а в США появился новый президент. Или в 63-м, при Кеннеди и Хрущеве. Или при Буше с Горбачевым в 89-м. Или при Обаме в 2008-м. История показала нам, что все могло сложиться совсем по-другому. И в будущем нас будут ждать похожие моменты. Будем ли мы к ним готовы? Мне вспоминается Франклин Рузвельт, который в последний день своей жизни отправил телеграмму Черчиллю. Я постараюсь по возможности свести к минимуму советскую проблему, потому что такие проблемы в той или иной форме возникают каждый день, но большая их часть разрешается. Научившись искать выход из сложных ситуаций, не слишком бурно реагировать на события, воспринимать мир с позиции наших оппонентов, мы сможем с искренним сочувствием разделить нужды других стран. Мы должны довериться коллективной воле нашей планеты, чтобы спасти ее будущее, в котором не будет угрозы ядерной войны и глобального потепления. Неужели мы не сможем избавиться от эгоцентризма и гордыни? Неужели не оставим мысли о господстве? Неужели не прекратим просить Господа благословить Америку в ущерб другим странам? Сторонники жесткой политики и националисты нас не поддержат, но мы уже знаем, что их путь ошибочен. В 70-е годы одна девушка сказала, нам надо феминизировать планету. Тогда это показалось мне странным, но сейчас я понимаю, что сила в любви. Настоящая сила в настоящей любви. Давайте снова начнем уважать закон, но не закон джунглей, а закон цивилизации, по которому мы все изначально жили. Давайте забудем о различиях, чтобы сохранить то, что действительно важно. В 5-м веке до нашей эры Геродот сказал, первая история была написана, чтобы не предать забвению память о тех людях, которые жили раньше. Поэтому в истории человечества мы видим не только кровь и смерть, но также и честь, свершение, доброту, память о прошлом и нашу общую культуру. Помня о своем прошлом, мы сможем пойти вперед. мы будем как дети делать шаг за шагом, устремляясь к звездам. В конечном счете, мы все живем на этой маленькой планете. Мы дышим одним воздухом. Мы все заботимся о будущем наших детей. И все мы смертны. Режиссер Оливер Стоун. Фильм подготовлен к показу и озвучен телекомпанией Первый канал.